Всем привет, друзья, с вами Реалайз. Давно не выходило интересных видеороликов у меня на канале, поэтому я решил в Diablo Immortal поиграть на каждом классе, прокачать его до максимального уровня, выучить все навыки и, соответственно, составить свой тир-лист, где я дам комментарий под каждый класс и расскажу, какой, по моему мнению, самый лучший класс, а какой самый худший. В основном все составляют такие таблицы, где распределяют ранги SS, ранг S, ABCD и так далее. Но я решил не заморачиваться, сделать все гораздо проще. Я раздам места, где первое место это самый лучший класс, соответственно, пятое место самый худший. Еще раз повторяюсь, это мое мнение и это у нас закрытое альфа-тестирование, поехали. И первое место, то есть самый сильный класс, я считаю, что это крестоносец, так как у него есть масс-урон по области и он действительно вносит очень много урона, при этом может впитывать сам урон и он может сосредоточиться на одной области, сделать туда огромный проказ навыков, при этом он очень быстро перемещается по карте за счет того, что у него есть конь. Вы можете оседлать этого коня, когда просто перемещаетесь, можете во время боя перемещаться и противнику будет сложнее вас попасть, при этом вы будете продолжать вносить урон. Я не хочу много здесь рассказывать, ребята, основные моменты, он очень быстрый, сильный и, соответственно, жирный. Второе место я дам Варвару или Барбариону, как он называется в игре. Мне кажется, он немножечко не дотягивает до крестоносца, не хватает ему вот этой вот мобильности, которую получает крестоносец за счет своего коня и по урону чуток он проигрывает. Но при этом, ребята, все равно он вносит огромное количество урона и это самый жирный класс в игре. То есть, если вы хотите играть за танка, который будет танковать все и все, и не хотите просто уворачиваться от ударов от ваших каких-то противников, то вы выбираете Барбарион. Это просто беспроигрышный вариант, самый жирнючий класс. При этом он может вызывать помощника, который будет сражаться на вашей стороне, также взяв на себя какое-то определенное количество урона, что еще больше поднимает выживаемость вашему танку, то есть вашему Барбариону. Третье место в моем списке между собой разделили сразу два класса, это Монах и Демон Хантер. Они для меня, в принципе, одинаковые, но все зависит от вашего стиля игры. Сейчас мы разберем каждый класс по отдельности. Монах это самый динамичный класс ближнего боя в игре с некоторыми эффектами дальнего боя. Он отлично себя чувствует в ближнем бою в плане выживаемости, то есть у него больше она, соответственно, чем у Демона Хантера, либо у Мага. Но не дотягивает до коррестоносца, либо варвара, потому что, ну, все-таки это не танк. Основное преимущество Монаха это огромная скорость боя и мгновенная телепортация из одной точки в другую. Данный класс подходит для тех игроков, которые в основном любят играть за каких-нибудь разбойников, либо даггерщиков, где нужно нажимать очень много кнопочек. Его навыки отлично комбинируются между собой, да и в целом играть за этот класс очень приятно, и он вам точно не даст скучать. Ну а теперь переходим к Демону Хантеру, я напомню, что он также разделяет третье место с Монахом, вы можете выбрать либо то, либо то, в зависимости от вашего стиля игры. Демон Хантер это отличный ранжовый класс, он самый лучший среди ранжевиков в игре. Он вносит большое количество урона издалека по области и, в принципе, является самостоятельным классом. Конечно, он менее жирный, чем Монах, но, тем не менее, выживаемость у него достигается за счет его мобильности. Ну и, наконец, мы добрались до последнего места, как вы уже догадались, я его отдаю магу, Визарду, ну потому что, ребята, это действительно очень-очень слабый класс. Возможно, вы обожаете магов, вам нравится за них играть, но в плане выживаемости это просто ноль. Он может внести огромное количество урона в массовом замесе, но также, пока вносит он этот урон, он может погибнуть. То есть, поставить, например, тот же самый кристалл, выдать в него лазер и, пока вы кастуете, вы вносите урон, но при этом вас тоже окружают мобы, они бьют и вы моментально умираете. Если вы за мага проходите какие-то сложные данжи на высоких уровнях, то обязательно в вашем пате должен присутствовать либо крестоносец, либо барбариан, который будет впитывать в себя урон и вы тогда сможете раскрыться, как нормальный класс и внести достаточно хорошее количество урона. Но если вы будете играть чисто в соло-игру, вряд ли вам понравится, еще раз повторюсь, если только вы не фанат магов. А на этом мой список подошел к концу, да, конечно, еще у нас ожидается Некромант, но его пока в игре нету, я ничего не могу сказать, вряд ли он будет самым лучшим классом, я думаю, он где-то будет на уровне Монаха и Демонхантера. На этом я буду заканчивать свой видеоролик, увидимся с вами в следующих, всем, друзья, удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok